В Старополтавском районе оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В результате ссоры между двумя местными жителями один из них ударил второго ножом. Пострадавшего срочно госпитализировали, а подозреваемого задержали. Сейчас устанавливается обстоятельство произошедшего и избирается мера пресечения в отношении задержанного. Возбуждено уголовное дело. В Камышине полицейские раскрыли ранее совершенное преступление. 18-летнему парню стал угрожать убийством и направлять на него пневматический пистолет житель соседнего общежития. 56-летний мужчина решил, что тот громко слушает музыку, мешая окружающим. Молодой человек сообщил об этом в полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. 2,5 миллиона рублей перевела мошенникам 63-летняя волжанка. Еще в мае позвонил неизвестный мужчина, представился следователем и сообщил, что они задержали группу аферистов, которые занимались реализацией медицинских препаратов и обманывали своих покупателей. Теперь, по его словам, всем потерпевшим положена крупная денежная компенсация. Однако, чтобы ее получить, необходимо прежде уплатить налог. Пенсионерка поверила ему и в течение двух месяцев различными способами переводила деньги на указанные мошенникам счета. Лишь когда сумма достигла 2,5 миллиона рублей, а компенсация так и не была получена, женщина обратилась в полицию. Мошенников сейчас разыскивают, а мы вновь предупреждаем граждан не доверять таким способам обмана.